Друзья, хорошие новости для тех, кому надоело уносить еду с фудкортов с собой, а ресторана покидать до полуночи. Антиковидные ограничения в Мурманской области отступают. И сейчас расскажу вам, какие изменения нас ждут в ближайшее время. С 4 марта залы домов, культур и библиотек, бассейны, аквапарки и фитнес-центры могут быть заполнены клиентами на 75%. На спортивные мероприятия также разрешен вход большему количеству зрителей. А мурманские заведения общепита с этого дня работают до 2 часов ночи. Число гостей теперь не ограничено. Естественно, мы очень рады, что снимаются ограничения. Рады как мы все сотрудники, так и наши гости. Это отличный подарок к мартовским праздникам. Ну и такой классный бонус, что наконец-таки можно проводить детские праздники, детские мастер-классы. Но один только позитив. Послабление коснутся и работы торгово-развлекательных центров. Например, с 4 марта наполняемость кинотеатров выросла до 75%, а на входе больше не измеряют температуру. Нововведения радуют и посетителей, которые долгое время не имели возможности даже присесть на лавку во время шопинга. И сотрудников, которые с нетерпением ждали возобновления более привычного режима работы. Ну, как сотрудник торгового центра, прежде всего мы заботимся о посетителях. И мы очень рады снятием ограничений на фудкорте, потому что это вызывало достаточно серьезные трудности у покупателей. Это было неудобно, некомфортно. Посадочные места мы очень рады, что откроются. Это большая помощь пожилым посетителям, мамочкам с детьми. И, конечно, открытие детских мероприятий, детских зон, потому что детки у нас соскучились по этому всему. Посадочные места вернутся на фудкорты 11 марта, как и места для отдыха на этажах. Тогда же и малыши смогут вновь повеселиться в игровых комнатах. Мурманчане к отмене части антиковидных мер относятся позитивно. Признаются, что успели от них порядком устать. Везде хочется ходить и наслаждаться жизнью. Это меня как-то особо и не напрягало. QR-код у меня был, есть. Ну, вообще радостно, конечно. Конечно. Коронавирус в сегодняшней ситуации испугался, что происходит. Поэтому, конечно, коронавирус, как говорится, в сторону. Нам только в радость. Да, я везде ходила, потому что вакцинированная, как бы для меня проблем не было. Конечно. Чем мы быстрее снимут, тем нам приятнее. Особенно таким, как я, стареньким. Хочется, чтобы было все хорошо, мирно, гладко. Чтобы наши дети, внуки были счастливые, довольные. Чтобы моточный режим сняли, чтобы нам... Вот это вот все, чтобы было, конечно, чтобы дышать свежим воздухом. Соскучились по кино, кафе. Все-таки с друзьями хочется куда-то выбраться. Все рады, конечно. Не только я. Весь город уже устал. Уже идет два года такая пандемия. Очень даже все рады. С Божьей помощью уже маски можно не везде носить, и QR-коды можно не везде показывать. Евгения Гречуха, Сергей Расюк, ТВ21+.